Здравствуйте, уважаемые друзья! Итак, в эфире очередная программа доктора Джозефа Клейнермана «Без скальпеля». Здравствуйте, доктор! Здравствуйте, Мариночка! Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, как всегда, мы имеем очень необычного и приятного, интересного гостя. Это Александр Арбит, человек за кадром, как я его уже теперь буду называть. Но в самом деле это человек, который делает весь кадр и умеет делать кино, съемки. В 1974 году я закончил в Ленинграде, сейчас в Санкт-Петербург. Сейчас он называется Государственный университет авиационного и космического приборостроения. У нас была кафедра телевидения, и вы вот знаете, наверное, что без телевидения, наверное, нельзя было посмотреть очень многие вещи интересные. В частности, вот, когда первый человек вышел на Луну, это фантастика, но мы, то есть все земляне смогли это увидеть. Я вот зашел так далеко, вот, собственно, нас в нашем институте, и вот нас учили, и готовили именно к этому. К тому, что мы должны создавать аппаратуру для телевидения. Это было очень интересно, и в том числе для телевидения, конечно. Там у нас были в основном еще авиационные системы, ну и так далее. Можно сказать, что я всю свою жизнь от профессии не ушел. Это было и там, я работал больше 20 лет в Всесоюзном НИИ телевидения. И здесь я уже тоже 14 лет, в общем-то, я все равно нахожусь в профессии. И вот мы действительно знакомы с Мариной уже, с вами. В частности, я помню нашу одну из первых программ, когда я еще работал со студией Блинком. И это было, наверное, лет вот 14 назад, или 13. Да, именно так и было. Мы с вами вместе делали одну из программ, насколько вы помните. Вот. Ну, а сейчас я больше работаю как фриланс-оператор практически со всеми русскоязычными каналами, которые здесь есть. Хотя вот я являюсь как бы все-таки представителем канала Артен и Шалом Ти Ви. Я фриланс-оператор этой компании. На вас могут пригласить все, кто хочет. Вы не имеете таких специальных соглашений. Да, у меня своя студия небольшая. Ну, это, может, громкое название. Это не такая хорошая и красивая студия, как у вас. Спасибо. Но она гораздо меньше. Но, тем не менее, я могу делать и делаю периодически телевизионные продукты, которые и партии Виаи показывают иногда. А частным образом, если человек хочет пригласить и заказать, снять свадьбу или какой-то юбилей, тоже ведь можно? Ну, конечно. То есть продакшн. Да, это продакшн. Конечно, продакшн. Я, кстати, свидетель этого. Я так познакомился с Александром, когда видел его работы, когда он снимал вечера всякие торжественные. Я помню, бардовской песни мы устраивали, очень красивые вечеры. И вообще бардовскую песню снимал, фестивали, которые тоже идут по телевизионным программам. Ну, и всякие другие вечера. И это очень много зависит от того, как это снято, кем это снято. Это все непростое дело, что пришел и отснял. Это важно, во что это превращается. Я даже не просто кнопку нажала, и оно идет само по себе. Это трудная вещь. Спасибо, что вы затронули вот эту тему. Дело в том, что я себя позиционирую здесь как видеопродюсер. То есть человек, который не только снимает, не только монтирует, но и организовывает, отвечает полностью за проект. И вот один из моих проектов, который я делаю сам, и мне это очень нравится делать, это как раз связано с бардовской песней. И я очень благодарен вам, что это было продано в другой компании. Это под эгидой клуб друзей НТВ Америка делалась программа, и не одна уже. И вот вы очень помогли нам, и я очень вам благодарен. Доктор помогает всем. Всем, кому может. И даже иногда те, которые с ним не знакомы, что называется, воочию и живьем, тоже получают от него помощь. И мы его за это очень любим. Спасибо. Мне это очень нравится, но я не только, знаете, не только хочу помогать, я хочу видеть результат, который доставляет удовольствие всем моим друзьям, зрителям, телезрителям. И вы как раз это очень умело делаете. Я просто восхищаюсь каждый раз теми фильмами, которые вы снимаете. И, казалось бы, простые темы, простые сюжеты, но они превращаются в очень... В законченный продукт. Да, в очень законченный. Саша, я знаю, что еще какая-то есть страсть у вас. Какая-то вторая страсть. Ну, пожалуй, вот то, почему я сегодня здесь появился, оно действительно связано в большей степени с тем, о чем вы говорите, Марин. Вот. Значит, в этом году исполняется 50 лет Одесскому туристскому клубу. Мы совсем забыли сказать, что Саша родом из Одессы. Да. Такое редко бывает. Но... У меня здесь живет в Америке очень хороший человек, друг, коллега, можно сказать, Владимир Александрович Калмыков. Он живет в Чикаго. Вот. И он такую сказал фразу, что я одессит, живущий за границей. Я тоже. Хорошо. Сказано хорошо. Вот. Значит, что я хотел сказать о нашем клубе. Вообще говоря... Клуб как называется? Одесский клуб туристов. Одесский туристский клуб. Вообще говоря, традиции туризма в России, мы сейчас говорим о России, в Украине это не имеет принципиального значения. Они зародились, можно так сказать, в Одессе. Первый в России, на территории России, скажем, туристский клуб. Это был Крымский, а потом Крымско-Кавказский горный клуб в 1890 году был создан именно в Одессе. Так что традиции туризма, что ли, на территории нашей родины, скажем так, они все из Одессы. Поэтому, как говорится, есть на чем расти, на чем базироваться. Есть откуда, откуда, мы можем видеть, откуда идут корни, в общем-то, всего этого. В 1963 году, после постановления ВЦСПС, это профсоюзы, я просто напомню, что это такое, были организованы туристские клубы по всей стране. И, в частности, в Одессе. Но они не сразу создавались, должны были быть энтузиасты, которые, конечно, этим начинали заниматься. И, конечно, в Одессе они нашлись. Я это время застал постольку, поскольку я тогда еще в школе учился. И я не мог, конечно, еще активно в этом участвовать. Но зато, вот уже через 10 лет, когда я вернулся из Ленинграда после своего института, университета, то я, как-то так получилось, уже сразу попал в этот клуб. Потому что, будучи в Ленинграде, я уже, в общем-то, стал туристом. Я увлекся. Заочно. Ну да, конечно, я в студенческие годы уже как-то это все было очень в наше время и притягательно, и интересно. А для чего нужно было объединяться, предположим, в какие-то вот, входить, становиться членом клуба, а не просто пойти там взять рюкзак и влезть? Да. Вы знаете, на этот вопрос ответить можно так. Если вы помните Советский Союз, что там очень многие вещи не разрешались. Более того, не могли никогда понять, что такое вообще туризм. Это спорт, или это отдых, или это рыбалка и так далее. То есть никак не могли понять, к чему его отнести, к чему его привязать. То есть, вместе с тем, было очень много места, территорий, куда просто ходить нельзя было. Могли тебя арестовать, и вообще тогда выясняли, а зачем вообще ходить куда-то? Сидите дома, зачем вам это? Вам все покажут. Но сделали, если туристы, можно. Поэтому нужны были какие-то объединения, которые официально получали права, там маршрутные книжки у нас были и так далее. В конце концов, туризм стал спортом. Поэтому мы говорим не о туристическом походе, а мы говорим о спортивном туристском походе. Это немножечко, в общем-то, понимается... Ну, так скажем, профессиональный уже какой-то... Ну, не то что профессиональный, это как спорт. Это спорт. Спортсмены тоже не совсем профессионалы. Ну, так считалось, по крайней мере. Это как спорт. Люди имели свою профессию, работали и так далее. Но могли заниматься туризмом, то есть во время своего отпуска там или каких-то еще дней отдыха заниматься туризмом. Было это так. Профессиональных туристов практически не было. Саша, огромное количество каких-то книжечек интересных из советской жизни. Поведайте нам, что это такое. Ну, в общем, вот я начал говорить о нашем клубе. Вот в нашем клубе есть, в нашем, я имею в виду, в Одессе, музей истории туризма. Вот это один из документов. И вот я могу... Я взял просто какие-то вырезки из того времени, взял фотографии. Вот была книжка, которая была издана 40 лет назад. 40 лет назад, к 40-летию клуба, извините. 40-летию клуба, 10 лет назад. И, наверное, будет и в этом году что-то подобное сделано. Наш клуб действительно очень был известный, один из лучших в стране. Мы на всесоюзных соревнованиях занимали всегда практически призовые места. На всесоюзных. То есть мы обходили целые республики, я уже не говорю о городах. Вот, например, на первом всесоюзном слете туристов, который был в Северной Осетии, в 81-м году, мы поделили третье-четвертое место с командой Латвии. Вот. Точнее, нет, Латвия была на первом месте, на втором месте был Ленинград, а вот третье место мы поделили со Свердловском. Давайте на этой триумфальной ноте сделаем перерыв в нашей программе и потом продолжим вас слушать с удовольствием. Продолжается наша программа, дорогие друзья. Я всегда с удовольствием повторяю, что придумал ее и ведет доктор Джозеф Кленерман, за что мы им очень признательны. Спасибо доктору еще раз. И доктор, вы знаете, всегда приводит своих знакомых, друзей, коллег, людей, которых он встречает по жизни в разных странах, на разных дорогах. И если считать, что этот человек интересен, он его приводит в студии. Вот сегодня Александр у нас в студии, Саша Арбетт, которого и я знаю давно, и вот как-то вот не случалось встретиться на передаче. И оказалось, что хороший человек, Саша, пришел к нам на передачу. Судьба сводится. Благодаря доктору. Спасибо судьбе, я очень рад действительности. И спасибо за ваш рассказ о туризме в Одессе. И много чего началось в Одессе, мы знаем. А скажите, пожалуйста, приехало ли что-то в Америку из вашего предыдущего одесского туризма? Как здесь вообще туризм? Или вы это все оставили уже в Одессе и пошли за кадр и начали делать красивые фильмы? Или вы все-таки интересуетесь туризмом и где-то себя показываете, занимаетесь? Или это уже такое хорошее, светлое прошлое? Вы знаете, доктор, на этот вопрос так однозначно ответить нельзя. С одной стороны, да, конечно, и возраст немножко другой. Я уже не могу заниматься им как спортом, потому что я был кандидат мастера спорта в свое время. И это означало, что мне пришлось, ну, удалось пройти по дорогам, я могу только перечислить самые районы, в которых мне приходилось знать. Интересно. Это начинает Карпат, затем Урал, причем и Северный, Приполярный Урал, потом начинается Сибирь, там Алтай, Прибайкалье, Забайкалье, дальше Приморский край и так далее. Камчатка, Сахалина и так далее. Вот и во всех этих районах мне удалось побывать как туристу, как спортсмену-туристу, скажем так, потому что именно поэтому я получил этот разряд. Я пытаюсь представить, это вы с рюкзаками, пешком двигались по дорогам, по горам. Вот есть фотография из того времени, я не знаю, здесь видно или нет, вот это как раз Забайкалье, и это примерно вот 25 лет назад, а может даже чуть больше. А где вы? Я вот здесь вот, шапочки, и сильно заросший. Я вспоминаю о том времени, конечно, это было чудесное время и было очень интересно. Мы забирались в такие места, что я могу вот рассказать. Мы зашли на территорию так называемого Витимского государственного заповедника, вот. И туда были заброшены вертолетом, а потом сплавлялась одна группа на ПСН. Это плот спасательно-надувной. Это списаны с черноморского пароходства какие-то плоты, которые приспособлены были туристами под средства, на которых можно было сплавляться в горных путешествиях и в далеких. Вот. И эти плоты вертолетом, находили же деньги, были заброшены куда-то вот в горы, где встречала группа, потом они сплавлялись и везли эти плоты дальше. И дальше мы вот, выходя из этого похода, мы уже садились на эти плоты и большой группой сплавлялись вниз. И я помню, какое же было удивление у егеря и работников этого Витимского заповедника, когда в абсолютной глуши, куда только действительно вертолетом можно было долететь, туда никаких дорог, ничего не существует там. И вдруг он смотрит, из-за поворота выплывают 10 человек, один плот, второй, третий, четвертый. У нас в экспедиции было 50 человек тогда. Ничего себе. Вы представляете, как это все организовать и сделать? Вот я сейчас подумала, надо было делать реалити-шоу, как сейчас это делают. Брали с собой камеру и все это снимали. Не так далее вы начали. Это все снималось. Конечно, это все есть. Это вы делали. И я снимал, конечно же. Потому что там, наверное, такие виды красивые, что... Дух захватывает. Я, вы знаете, в продолжение вопроса доктора про Америку. В случае жизни лет 10 назад компания RTVI, молодые ребята, девушки, мы пошли в туристический поход, но не спортивный. Взяли с собой еду, естественно, там вино легкое и так далее. И веселились, шумели, гудели. И нас выгнали. Я не знаю, как их назвать. Здесь лесная полиция или егеря выгнали. Сказали, вы не можете так себя вести здесь. Вы не имеете права тут выпивать. И нас удалили на рассвете. Позорно выгнали из леса. Вот тоже тут такой момент какой-то такой спорный, с моей точки зрения. Люди же отдыхают. Вот как вы расценили? В Америке это бы не было. Я, если честно, не до конца разобрался, как вообще здесь это все существует. Дело в том, что вся, мне так кажется, в той иере, где мы живем, здесь вся земля кому-то принадлежит. То есть это private. Private zone. Даже леса. И леса, конечно, в том числе. Может быть, штату даже. Вот. Поэтому мы действительно, если вы едете куда-то, вы должны, ну, по крайней мере, поинтересоваться, имеете ли вы право находиться на этой территории. Но, но. Но есть огромное количество парков, причем разной принадлежности, от федеральных до стейт-парки и каунти-парки и так далее, которые как раз для этого и сделаны, чтобы люди могли выехать на природу, могли, ну, это recreation area, так называемая, могли отдохнуть и, я не знаю, там и рыбалка, и трейлы специальные. Вот я уже перешел на название. Профессиональные, да? Нет, это название здесь, это же по-русски, в общем-то, звучит немножко по-другому. Но здесь туризм все-таки есть. Ну, я говорю так, трейл, да. Трейлс, они существуют, конечно. Есть объединение, например, Нью-Йорк, Нью-Джерси Трейл Конференс. Есть такая организация, которая выпускает специальные буклеты, выпускает опографические карты. Вот, и они организуют маршруты, по которым вы можете, вот, в общем-то, заниматься тем же приблизительно туризмом. А то есть такая туристическая индустрия есть. Совершенно верно. Которым я занимался там. И я этим пользуюсь, в общем-то говоря. Я часто свои выходные дни или то время, которое я себе могу позволить для отдыха, я просто вот по интернету нахожу какие-то места, где мне еще интересно побывать было. И вот беру эту карту. Если есть попутчики, то, да, удается с попутчиками. А есть попутчики? Да, конечно. Да, удается. Все-таки есть, ну, это небольшие группы, но маленькие. Там 2-3 человека, но мы можем найти друг друга, чтобы вот походить, посмотреть и получить удовольствие. Я могу еще добавить, это вот, может быть, интересная информация для наших зрителей. Значит, в Америке есть такая система. Америка the beautiful. Это система национальных парков. Она предлагает все Америке. Их здесь около 2000 территорий и парков национального значения. Они в основном бесплатные для посещения. Но есть и платные. Вот, где, ну, берут какие-то фи за то, что ты находишься на этой территории. Так вот, можно за небольшую сумму получить annual pass. Это, значит, на год. На год вы можете заплатить. И в любом парке, в любой зоне вы можете находиться и, значит, путешествовать. А для людей, ну, скажем, моего возраста уже есть так называемый senior pass. Он бесплатный. И вот любой человек при достижении возраста 62 года может получить, просто обратиться в такой национальный парк. Любой. Вот. И они вот выдадут вот такой вот senior access, что позволяет, ну, в общем-то, в нашем еще не старом возрасте, назовем так, вот, еще заниматься туризмом. Вот просто это то, что дает Америка. Ну, я признательна вам за эту информацию, потому что мы живем и ничего не знаем про свои права. Да. И про права. Потрясающе. Только обязанности. Да, да, только выполняем. А там в этих парках есть какие-то инструктора, кто-то тебе дает какие-то указания, или ты пришел и сделал? Ну, Саше никто не нужен, понятное дело. Да, нет. В самом деле, действительно, есть информационные центры в каждом парке, где вы можете у рейнджеров получить любую информацию, вот эти карты, там, схемы, получить консультацию, как, куда и где лучше, в общем-то, ну, какие там есть трейлы, где можно переночевать, ну, и так далее, и так далее. Это, конечно, все решено. И, кстати, блестяще решено, надо сказать, в Америке эти вопросы. Хоть мы об этом не знаем, это среди нашей группы людей, это как-то, мне так кажется, не очень популярная вещь, к сожалению. К сожалению. Я вижу очень много людей, которые этим пользуются. Могли бы очень интересно проводить время и... Нам надо, доктор, сорганизовать поход во главе с Сашей, собрать желающих участников передачи без скальпеля. Да. Вы будете вице-президентом нашего похода. А что, я уверена, что большое количество людей... Я не сомневаюсь. Ведь мы же жили в таких обстоятельствах, что нас все время организовали, мы не привыкли проявлять инициативу, особенно в туризме. Поэтому, если бы нас кто-то позвал, я уверена, что собралась бы немаленькая группа. Ну, давайте подумаем на эту тему, это действительно... Мне это интересно. И мне интересно, я бы пошла с удовольствием. Спасибо. Я думаю, что это всем интересно. И масса людей ведь приехала из нашей прошлой страны вообще с таким туристическим опытом. Это было очень распространено все-таки. А уж сколько здесь бардов у нас, даже, может быть, не такого высокого профессионального уровня любителей, но все равно около костра. Как хорошо? Вы знаете, вот я последние пару лет езжу на бардовские фестивали. Я говорю, последние пару лет я, в общем-то, ездил и в Россию, естественно. Это был в свое время на Грушинском фестивале, это самый такой известный. Известный, да. Вот. Здесь я езжу мало, потому что надо работать. Здесь не получается у нас так. Но вы ездите на работу. Иногда на работу. Удается. Но получается очень здорово. Вы знаете, здорово там вот, вот что там здорово. Мы все-таки живем в другой стране. Я имею в виду не в той стране, к культуре которой мы принадлежим. И вот именно на бардовских фестивалях ты можешь пообщаться на родном языке, послушать высокую поэзию, послушать музыку. Ну и вообще просто найти очень много интересных людей. Саша, организовывайте поход. Я с вами. Доктор, пойдем, да? Обязательно. Спасибо. Теперь дело за вами. И вам огромное спасибо за нашу замечательную беседу. Очень интересно все. И до скорых встреч. Удачи вам большое. Спасибо большое. Новых дорог. До свидания, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова